Юнусбек Ивкуров в рамках инспекционной поездки проверил сегодня ход реконструкции автодороги М29 со стороны Троицкая. Особое внимание уделят дорожным знаком, их в общей сложности будет около 700. Три транспортные развязки разных уровней планируют завершить к 2020 году. Репортаж Индиры Манкиевой. Реконструкцию этой дороги начали в начале этого месяца. Здесь, как мы видим, уже убрали все лишние деревья и растительный слой. Сейчас рабочие на стадии, говоря профессиональным языком, устройства нижних слоев дорожной одежды. Общая протяженность реконструируемого участка 26 километров. После реконструкции дорога М29 станет четырехполосной. Для распределения транспортных потоков на объекте построят три развязки разных уровней. Существующие мощи из реки Сунжа реконструируют, а рядом возведут новый. В рамках проекта дорожники построят четыре надземных перехода и пять автопавильонов. Во всем этом главе субъекта рассказал представитель Росавтодора. 70 тысяч квадратных метров ассортно-эконома. Верхний слой будет выполнен из ЧМА-20 с применением самых современных модификаторов, которые позволят снизить калеообразование, повысить реконструктивность и долговечность в данном покрытии. 16 тысяч деревьев. 16 тысяч деревьев, где это будет, чтобы это было видно? 16 тысяч 100, я еще от себя 100 добавлю. Далее глава провел совещание с участием начальника управления федеральных дорог Кавказ федерального значения Руслана Ричхаджиева, который подробно ознакомил с планом реконструкции дороги. Руководитель субъекта отметил, что особое внимание нужно уделить дорожным знаком, которых по всей дороге будет 950. Разметку нанесут стойким термопластиком. Мы одновременно делали 10 километров, может быть, 8 делали, а здесь получается 26 километров. Поэтому и днем, и ночью надо работать, чтобы мы как можно быстрее. Я абсолютно уверен, почему-то, что у нас получится даже в 2019 году львиный кусок запустить движение. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году, а в текущем дорожнике завершат земные работы на шестом километре участка трассы со стороны сельского поселения Троицкое. За две недели успели отсыпать уже более двух километров полотна, земляного полотна успели отсыпать, основание дороги. Уже работа идет налаженная у нас, отлаженная работа. Протяженность реконструимой дороги 26 километров на нашей территории. Инозбеки Евкоров и Руслан Ильич Хаджиев пообщались с рабочим персоналом, который, по их мнению, к деятельности должен подойти с максимальной ответственностью. Реализация проекта по строительству данной дороги находится на личном контроле Владимира Путина. Мы вас всем коллективом поздравляем с новым назначением. Дорога будет от Москвы до самого Дербента, самым лучшим участком. Дорога, этот проект дороги стоит на личном контроле президента Российской Федерации. Поэтому и работа должна быть такая ударная, хорошая, во всех отношениях. Каждый должен свою работу делать. Поэтому давайте постарайтесь. После уже пресс-подход глава республики Ильич Хаджиев ответили на вопросы региональных журналистов. В разы будет меньше ДТП. В разы, если уж точно, здесь не будет встречных аварий. Где у нас основной процентов 80, это именно на встречных курсах аварий. А те ДТП, которые не будут, это будет уже в догонку или даже в кувет уже уходов не будет. Барьер будет стоять. Конечно, мы понимаем, что будет намного-намного процентов на 80, меньше будет аварий. Каждый божий день по этой дороге проезжает минимум 28-30 тысяч машин в сутки. И очень большая аварийность. Поэтому было принято решение, так сказать, глава обратился к президенту Российской Федерации, было принято решение, цельный участок 26 километров. Это очень важно, это очень, так сказать, такого, так сказать, давно не делалось, так сказать. Поэтому было принято решение, сегодня мы объект уже, так сказать, работаем над объектом, так сказать, и будем вводить его как можно быстрее этапами, чтобы движение запускать. Инди Роман Кива, Рамзан Зурабов, Новости 24.